я дорогие слушать это слово сегодня буду говорить об очень интересной теме очень важной теме вот кто мы в этой жизни мы рабы праведности или рабы греха вот библии так сказано там нет середины где это или ты в одной стороне принадлежишь или к другой какого-то спросишь ты рад греха он скажет да нет о чем речь идет но когда мы видим людей которые вот допустим с алкоголем да они попали в такую зависимость и они не хотят больше пить они пьют интересно они выпьют и потом делаются другими людьми говорят вещи которые никогда не сказали бы в трезвом состоянии не сделали то что сделали ему он понимает что не может но он опять напивается иногда бросать я да я могу без проходит время и не может опять и тогда он в этом зависимости от наркотиков от других вещей и тогда он говорит признается что он является рабом вот этой зависимости но есть вещи и другие если я не могу простить другому не могу простить не могу видеть этого человека как увижу у меня внутри все переворачивается я раб непрощения или раб зависти потому что зависть это тоже такая вещь ты не можешь радоваться когда твоему другу лучше чем тебе живется у него счастье у него все так сказать прекрасно у тебя может быть нет нет этого вот именно зависть зависти фарисеи предали христа так написано они давно сказали по-другому за что предали его но фактически они могли видеть что этот человек который не такой как они он не учился с ними он не как будто бы не имеет таких знаний он из простой семьи а он исцеляет он говорит слово совершаются великие дела он говорит как власть имеющий и они и зависть его предали я хочу прочитать вот как происходит с теми когда мы приняли креста когда мы им живем что происходит с нами послание к римлянам 6 глава 6 потом 17 18 сит зная то что ветхий наш человек распят с ним чтобы упразднено было тело греховное дабы нам не быть уже больше рабами греху благодарение богу что вы прежде были рабами греха а теперь стали от сердца послушны тому образу учения которому предали себя освободившись же от греха вы стали рабами праведности да вот так говорит павел да в каринфе там на всякие люди всякие всякие двупортовой город его доникаются к богу из разных так сказать направлений культуры из разных народов и вот они так сказать были рабами греха а теперь стали рабами праведности правда сильно но как признать себя рабом греха ведь это надо сказать господу когда ты вот поверишь его когда ты увидишь его распятого на кресте своими глазами и да ты прочувствуешь он за меня умер именно это происходит с каждым с каждым который находит иисуса христа и когда верит в нему он его действительно представляет перед собой он читает слово и видит он за меня умер и когда я вот с ним так соединяюсь и говорю господь да ты за меня умер прими мои грехи называешь грехи грехами и он прощает тебе все он вселяется в тебя он делает что-то особо новое что творится в тебе и ты становишься рабом праведности я прочитаю еще первое послание к олимпианам 6 глава 19 по 20 стих не знаете ли вы что тела ваши суть храма вас живущего духа святого которого вы имеете от бога и вы не свои ибо вы куплены дорогою ценою посему прославляете бога и в телах ваших душах которые суть божия мы куплены дорогой ценою и теперь мы храм бога живого он живет в нас дух святой живет в нас это так сильно это так важно знать и когда мы знаем что мы куплены дорогой ценою потому что иисус христос который был богом который с небес пришел на землю родился ребенком прожил эту всю жизнь и в конце концов умирает на кресте за грех не совершил ни одного греха и все эти 33 года что он же он знал он должен быть распятым он делал добрые дела и знал что за эти добрые дела его в конце концов распятым но это было важно это было ему и трудно мы знаем вот скоро будет вечеря господь и мы всегда принимаем в день так сказать вот этой черной субботы когда христа распяли тогда у нас тоже вечеря господней мы вспоминаем его страдания вы знаете когда ломится тело его когда благословляешь тело господне ломимое и потом даешь людям в церкви ты говоришь вот так было ломимо тело господи некоторые люди закрывают глаза они как господи спасибо тебе я соединяюсь с тобой своими страданиями ибо за меня ты умер это была дорогая цена или когда предлагается вино это кровь за вас пролитая говорится люди принимают глоток и в этот момент они представляют кровь христа за них лилась и этот момент он такой важный потому что мы соединяемся с его страданиями мы воспринимаем мы знаем мы куплены дорогой ценой когда мы понимаем так сказать что это значит от этого рабца быть освобожден мы вспоминаем все что в нашей жизни даже у верующих когда нами так еще руководят какие-то другие чувства неправильные мы говорим господу прости господи помоги помоги мне жить с тобой так как ты хочешь мы помним что мы куплены дорогой ценой это помогает нам жить праведно перед господом праведно перед ним не потому что мы от себя эту силу берем но он который вселяется в нас он дает нам силу тогда быть рабами праведности допустите слова нас не пугают раб так сказать мы как-то отвыкли от этих слов но когда ты делаешь то что не хочешь тогда ты раб а когда ты делаешь добро которое в тебе живет то ты так сказать подчиняешься той праведности ты раб праведности нам надо быть именно послушными вот тому что господь от нас хочет потому что мы куплены дорогой ценой да благословить нам господь аминь 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 Продолжение следует...